Я хочу вам очень важных вопросов задавать и интересных. Сначала, сначала, знаете, на моих. Как вас зовут? Ну, допустим. Кирилл. Сколько вам лет? Сетернадцать. Ну, я очень много важных вопросов хочу вам задать. И откуда вы родом? Не интересуюсь. Российская Федерация, Тамбовская область, город, рассказываю. Рассказываю? Можно я покажу вас пока? Можно я покажу ваш город? Можно. Извините, что вы сказали? Очень интересный вопрос. Зовут меня Пахар и города я Волгограда. Так, и... Сука, вам лет? Мне около четырнадцати лет. Минус два. Что? Извините. Вам не четырнадцать, вам, наверное, четырнадцать минус два. Это правда? Ой, какая прелесть. О май гад. Смотри, Терочка только что увидела на столе. Смотри, какая прелесть. О май гад. Это брелок такой, да? Какая прелесть. Ну ты куда? Брелок на ключей, на рюкзаки. Надо выпросить. Так, вы Захар или как вас зовут? Я вас удаляю. Если я с Терочкой разговариваю, тем более такая милота. Я вообще, я влюбилась. Мне придется как бы попросить забрать. О, не отдам. Ладно, поехали дальше. Не зашел. Или зашел? Нет, зашел. Но я его не вижу. А, вот он. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, слава Украине. В составе России дура, ржава. Можешь кикать, я еще все равно. Так я же говорю только что, сказала, что если вы говорите что-то про Россию, вы же не можете в это время говорить матом. Это как принести цветок и опустить его в говно. Если вы говорите про Россию, вы должны говорить только без мата. А я не говорила с матом. Я тебя могу и обосрать, нет, ты что? Я фортнайтер, мне все равно. Хорошо. Обосрать, дура, ржава, это тоже несовместимо со славой России. Слава России это ваше... Хорошо, значит, не соединяйте меня, не соединяйте меня с этим словом. Вы скажите славу России, потом скажите много красивых слов, а потом, когда все закончится, добавьте что-то про меня. Нельзя это вместе. Если вы подошли с розой в унитаз, то роза в унитазе никак не смотрится. Даже если это роза, вы говорите о России, правильно? Говорите о ней. Почему слава? Скажите, у моей бабушки прекрасные зубы, у нее прекрасный клапан в сердце стоит. Вот у нее было сердце фейлера, и ей поставили новый американский клапан. У моего дедушки там прекрасные колени, и мы поставили новые швейцарские суставы. У нас на улице прекрасный асфальт. Я показала сейчас тут город, да, и там нет асфальта. Три года назад нет асфальта. Мальчик говорит, до сих пор нет асфальта. Почему? Потому что, ну, нету. Слава должна на чем-то зиждеться, понимаете? Что бабушки зубы, у дедушки суставы, асфальт. Вот это слава. А то, что вы пришли, знаете, ничего нет. У бабушки зубов нет, у дедушки суставов нет, у вас обосранный подъезд. И где слава? То есть вы просто зашли, это слово сказали. А что вы меня обосрали? Я сегодня, например, сделала ролик про свободную Сибирь. Вы знаете, у Сибири свой флаг есть. Соединенные Штаты Сибири. Вот, пожалуйста, ваша Сибирь провела референдум. И Штаты Сибири собираются соединяться, потому что Сибирь может прекрасно жить без Москвы. Понимаете? Вот, ну, вы когда что-то говорите, вы даже не можете диалог со мной поддержать. Тут сами себе закрыли микрофон. Я даже его не трогала. Хотите открыть микрофон и поговорить конкретно, что, в чем слава? Я же, ну... Ой-ой-ой, я случайно выключила, подождите. Вот там есть в чате у нас... В чате я не... В чате... В чате я не... Я с вами хочу поговорить. Вы можете мне объяснить, в чем слава? Кого? Зачем вы себе микрофон закрываете? Вы сказали, слава кого? Россия? Вы же не знаете, чья слава? Я сказала, слава России. В чем она состоит? Я говорю, я сегодня сделал ролик «Свободные штаты Сибири». Не «Свободные», а «Соединенные штаты Сибири». Отсоединяется Сибирь. Нету что? Так где у вас Россия будет, если Сибирь уходит? С чего ты должен уходить? Она на месте. Нет, она провела референдум. 70% сибиряков против оставления в Сибири. Они хотят выйти. Они провели референдум. Посмотрим, выйдут, не выйдут. Хорошо, ну тогда кто мне... В чем моя вина, если Сибирь уходит от вас? Они же не уходят от хороших людей. Москва сосет Сибирь. Вы знаете об этом? Я вам ничего говорю. Я вам сказала что-то про вас, что вы же виноваты. А почему вы меня оскорбили изначально? Потому что вы ржавые. Зачем? Ну, я вашу маму ржавые называла? Ну, я вашу маму тоже ржавые не называю. Ну, я же по возрасту вашей маме кажусь, правильно? Я же не оскорбляюсь. Я не вас какого вам лет? Я не оскорбляю ваших родственников. Я тоже не оскорбляю. В чем? Я не права, я спросила, мальчик. Да нет, все нормально. То есть я права? То есть то, что я говорю, что... Да нет, ты не права, у меня еще нейтрально твои ролики не смотрю. А как вы меня на эфире оказались? Попались. А в гостевую как зашли? Я заявку кинула, вы меня сами приняли. Я сама поняла. Там сто человек. Вас выпустить? Если вам это не надо, я могу вас выпустить. Единственное, что я напоследок скажу. Всем пока. Но вот Айрен, которая перемогу просит, я Олега с танком вам отправила. Все нормально. До свидания. Короче, вы заблудились, да? Ну хорошо. Вы как-то сейчас убирайте себе оппонентов. Если вы как бы заходите на взрослые эфиры, так объясните, в чем слава. Вы так и не смогли сказать, в чем слава. И даже не смогли объяснить свое отношение ко мне. Вы просто резко остановились не на той остановке. Все понятно? Все хорошо. Как вас зовут? Костя. Костик, окей. Костик, окей. И сколько вам лет? Четырнадцать. Угу, город. Сибирь. Я не буду говорить на этот город. Я только что о вас говорила. Я сделала о вас сегодня два ролика. Соединенные штаты Сибири. Вы слышали об этом что-то? У вас бело-зеленый флаг. Ну и что? Вы не в курсе, что Сибирь отделяется, и у вас теперь будет свое государство, свой президент, и очень много-много-много-много денег. Я не слышала такого. Я в шоке. У меня флаги на некий. Вы здесь звезды видите или что? Нет, вы просто даже не знаете ничего про референдум. Вы не знаете про свободную Сибирь. Вы не знаете, какой флаг у Сибири. Сибирь же это не Россия. В Сибирь всегда отправляли узников, каторжников. Это было наказание. Костик, вы меня слышите? Сибирь всегда состояла из свободолюбивых людей. Тех людей, которые были не согласны с правительством. Москва это Москва, а Сибирь это для каторжников. И у вас появилось поколение людей, которые не хотели никогда никакой царской власти. А потом никогда не хотели советской власти. А сейчас они не хотят путинской. Все ваши ресурсы уходят на... Вы кормите Москву. Зачем? Я им не туни присылал. Как я их кормлю? Что за вопросы это было? Из одного рубля вам остается только 8 копеек. А все остальное идет в Москву. Почему? Ну вы просто не знаете финансы, ресурсы вашего края. Почему у вас такие? Ну у меня сейчас в сумке 2 рубля лежит. Из какого вы города? Да у меня тут 8 копеек. Из какого вы города? Это какая разница? Не хотите говорить? Так я могу показать ваш город. И если вы говорите правду, что у вас ресурсы все остаются в ваш город, наверное, красивый. Да, красивый. Ну скажите, как называется, мы посмотрим. Ну зачем? Ну, значит, придется поверить нас в то, что он некрасивый. В Сибири некрасивые города. Ну он красивый. Ну понятно, что бабушка тоже красивая, дедушка красивая. Я понимаю, любимая страна. Красивая, да. Но то, что вы отдаёте деньги Москве, это факт. Москва живёт лучше вас. А в Москве нет ни лесов, ни нефти, ни газа. Почему она живёт лучше вас? Почему вы всё отдаёте ей? Я ей ничего не отдавала. Прошу, Костик, вы, наверное, не доросли до нашего диалога. Её. Её. Продолжение следует...